Хорошо, мы приветствуем Светлану, интересуемся, готовы ли она к проверке? Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит, она показывает синий дым в ней везде. И я включаю Светлане внутренний белый свет на счет 3, 1, 2, 3, и на счет 3 она начинает выдавливать из всех своих клеточек, из каждой клеточки, все чужеродные негативные патогенные энергии, они выходят и формируются перед ней в шар. Ну вот этот дым, он сейчас переместился в клетку и он стал джинном большим таким. Она хотела финансовую независимость и пришел помочь. Рассказываю поподробнее с этого момента. И пока ты будешь рассказывать, стоп, я тебе скажу, когда ты будешь рассказывать, я даю команду на счет 3, начинает сканировать пространство над головой Светланы, под ногами, 360 градусов вокруг нее, мы становимся заложником, 1, 2, 3. Итак, джинн, я тебе даю один единственный шанс объяснить, почему ты вошел в это биополе. Если ты будешь лгать, я сожгу все твои магические причиндалы и накажу тебя так, как ты еще никогда не видел. А что мне лгать, мысли в нее были. Рассказывай, какие мысли, какая чистота тебя притянула? Она звала конкретно джинна, джинн, приди, дай мне денег или как это было? Расскажи мне. Финансовое благополучие хотела поправить свое через молитвы и просьбы, которые я услышал. Какое ты отношение имеешь к молитвам? Наверное, то же, что и молитвы к финансам. Считай цифры над головой этого джинна, Вера, 1, 2, 3. 6386. Я почему спросил за твой уровень, уж больно логично звучат твои ответы. Я не буду тебя наказывать, джинн. Расскажи мне эту ситуацию, как ты ее словил, Вера. Истота это такая, когда человек хочет к духовному приобщить материальную. Тут мы как тут. А как ты это видишь? Как ты ее чувствуешь? Вибрации. То есть ты, где бы ты ни находился в астральном мире, ты чувствуешь вибрации, когда кто-то обращается к Творцу и одновременно прикладывает к этому просьбу о материальном благосостоянии. Я правильно понимаю? Ага, такая хитрость небольшая. Но я рядом был. Нет, просто интересно. Меня интересует, как ее на будущее защитить от этого. И поэтому я решил тебя выслушать с этой точки зрения. Мне тебе нечего сказать, джинн. Эта хитрость мне открывает канал, по которому я захожу. Хорошо. Я обращаюсь к Светлане. Светлана, вы слышите нашу милую дискуссию с джинном? 6386 уровня. Она слышит меня? Она говорит, я слышу. Так что же мне теперь просьбы свои не озвучивать? Давайте спросим джиннам. Джинн, а что ей теперь, свои просьбы нельзя озвучивать или как? Как ей избежать эту ситуацию в следующий раз? После совета ты для меня представляешь какую-то ценность. Пока никакой. Не смешивать одно с другим. Духовное и материальное. Для материального работать нужно над собой. Вот ты знаешь, джинн, вот я не знаю. А сколько тебе в человеческих годах лет, скажи мне? Да это же разуме важно. Я достаточно развитая. Не заставляй меня, пожалуйста, повторять вопрос. Я это очень не люблю. Не могу на него ответить. Иногда у вас дети разумнее взрослых. Хорошо. Ты долго находишься на Земле? В пространстве Земли. Где было твое первое воплощение? Вернее, где первый раз ты жил на Земле? Когда это было? Вот это меня интересует. И где? Расскажи мне о самой такой интересной своей жизни. Подводный мир. А кто тебя бросил-то в сосуде? Подводный мир? Оттуда мое развитие начало. Хорошо. Ладно. Благодарю тебя. Джинн, мне тебе на настоящий момент действительно нечего сказать. Если бы ты вошел не на свою чистоту, а против ее воли, я бы, возможно, на тебя какое-то воздействие мог бы еще оказать. Но на настоящий момент мне нечего тебе сказать. Ты исполняешь, ты пришел на свою чистоту, которую, если ты существуешь, значит, надо, чтобы эта чистота была и чтобы ты существовал. Хорошо. Я тебя могу попросить больше не приходить в это биополе? Или ты откажешь мне? И скажешь, если я услышу чистоту эту, я опять приду? Но вообще-то вы должны мысли менять. Ну, все верно. Хорошо, да. Я это специально спросил для Светланы. Вот. Поэтому, Светлана, у меня к вам тогда следующий месседж. Пожалуйста, посмотрите на материализацию своих мыслей и своих просьб. Вот она сейчас находится в клетке-терме. Вы просили благосостояние, вы получили Джина. Джинн, скажи, как бы ты исполнял ее просьбу? Какие твои планы? Вот это мой последний вопрос, и потом я тебя отпущу. Я уже исполняю. Видишь, золотые цапожки на ней. Вера, а мы, кстати, скэнер закончили работать? Давайте. Посмотри, пожалуйста. Закончил. Джинн. Джинн в клетке. Хорошо. Один Джинн. И золотые цапожки. Ты эти цапожки одел. Хорошо, Джинн, давай сейчас выходи. Снимай эти цапожки и расскажи мне по ходу дела, для чего они были одеты. Какая их функция? Как они на нее воздействуют? Каким действием ты ее принуждал? Тяжелая. Добыча золота тяжелым путем. То есть, чем больше она своих энергий тратила на те темы, которые ты ей подкидывал, тем больше золотых монет ты зарабатывал. Прокрывалась бы больше золотом для меня. Я понимаю, да. Ты успел заработать на ней золото? Слышал когда-нибудь купаться в золоте? Да. Вот именно это я бы и делал. Внутри нее. Понятно. Хорошо. Честно говоря, добавить нечего. Обычно у меня куча вопросов, но в этой ситуации. Он говорит, что материальная энергия, это энергия планируемая. Поясни, пожалуйста. Чтобы идти к какой-то материальной цели, есть определенный путь, через который нужно пройти, чтобы материальное положение исправить в лучшую сторону. А когда идет духовная молитва и включается туда материальный аспект, это идет раздвоение энергии. И мы чувствуем это. То есть, молитва, она имеет сильную энергию, но от нее идет как дорожка. Развилка. Я вижу ее. Да, материальную сторону. Это мы видим. Я только хотел сказать, меркантильным это называется, слово меркантильность. Когда она вместе связывается, вот эта молитва, она уходит половина в левую сторону, половина уходит в правую сторону. И вы притягиваете просьбу. Меньше в основном уходит молитва, но мы видим тонкую толику материального. То есть, это не 50 на 50. В молитве много слов и много чего просят. И среди них тонкая струя материального, которую мы видим. Да. Хорошо. Благодарю тебя, Джин, за этот урок. Я еще Джинам никогда такого не говорил, но я вынужден признать, что я сегодня немножко новому чему-то научился. И за это я тебя, Джин, просто благодарю. Хорошо. Я понимаю, мне нельзя тебя брать как с дракона слова, не входить в это биополе, потому что ты видишь чистоту. Если человек ее излучает, ты имеешь полное право входить на свою чистоту. Если же ты входишь против ее воли, тогда приходят такие, как я. Но в настоящий момент мне нечего тебе сказать, поэтому, Джин, я буду тебя отпускать на твою чистоту. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Один, два, три. Джин забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй и став огненный пентаграмм. Готово. Хотя пентаграмма, честно говоря, не страшна. Хорошо. Светлана, вы меня слышите? Да, слышит. Вы поняли ситуацию, да? Поняла. Хорошо. Мы не будем больше это обсуждать. Сделайте выводы. Не делайте в следующий раз такого. И вы понимаете, просто поняли, чем это заканчивается. Хорошо. Давай проверим, сколько энергии и качества вибраций нужны сейчас Светлане до полного восстановления и корректировки. 350. И 27. Да. Я записал это, когда говорил. И на счет три в макушку головы Светлана начинает поступать. Семь высоковибрационных потоков по 350% каждый. Один, два, три. Потоки пошли наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Заполняются пустоты, оставленные от интерферентов. Чистота и вибрации поднимаются до числа значения 27 Гц. Один, два, три. Пошла энергия. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Хорошо. Будем возвращать Светлану назад в ее биоробот. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Светланы в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. И отключаясь от объекта и поднимаясь в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. И естесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok